Конечно, комментировать идею, озвученную Захарченко о создании нового государства в Малороссии, без смеха невозможно. Пожалуй, эта идея интересна с точки зрения психоанализа, а возможно, скорее всего, с точки зрения психиатрии. Враги Украины ненавидят ее так глубоко, что готовы стереть с карты не только независимое украинское государство, но и само даже это название. Само слово «Украина» ненавистно им якобы скомпрометированное, и они мечтают заменить его наименованием колониальной провинции. Захарченко великолепно выразил общие имперские комплексы, лишний раз напомнив украинцам, что вот уже больше трех лет речь действительно идет о жизни или смерти Украины как таковой, о жизни или смерти Украинства в целом. Захарченко нанес уже столько пурге, что кажется, что он сначала говорит, а потом думает. Он сказал это, возможно, потому что существование рядом двух крошечных бандитских территорий-близнецов, ТНР и ЛНР, абсурдно само по себе, и до них сейчас это начинает доходить. Кто-то из них должен поглотить соседнюю и отжать все то, что отжали на своей территории коллеги. Вот он и делает заяву. Это, дескать, будем мы. Мы поглотим ЛНР. Конечно, Лугандоне звучало намного интереснее, но, видимо, оно немного поднадоело. Вот была Новороссия, которую никто в глаза не видел. Спустя три года предложили Малороссию создать. Чего только не придумают с лютого бодуна. Прямо вот проснулся мужик и провозгласил новое государство с утра пораньше. Причем, если вы думаете, что это банальный боярышник, нет. Там целые пункты, акты, законы, центробанки, языки, таможни, без визы. Хотя и нет, все-таки это боярышник. Потому что на здоровую голову этого не придумаешь. Диктор на России-24 с радостным видом сообщил, что вот-вот будет рождено новое государство. Малороссия. Он сообщил это с таким видом, как будто бы речь шла о новом члене ООН. Сейчас вообще в российском телевизоре очень много Украины. Но без искринки, без распятых мальчиков, как-то все вяло. Воевать за вновь обретенную Малороссию пока не призывают. В первой переписи Российской империи 1897 года было разделение по национальности. Но упоминались три русские языка. Великорусский, малорусский и белорусский. Разделение на Великую и Малую Русь досталось от Византии, которой два православных прихода назывались по-гречески Макро- и Микро-Русь. То есть Византия вообще вот именно так воспринимала Россию. Макро- и Микро-Русь. В этом смысле Микро-Русья вполне вероятно следующее название, имеющее давние исторические корни. Почему бы нет? Если верить в Википедии, территория Юзовки, Донецка, никогда не являлась частью Малороссии. Зато в XIX веке туда входил Воронеж. Так что передайте Захарченко, чтобы он перенес в Воронеж, столицу своего молодого государства. И пусть Плотницкого не забудут оповести. После этого на Донбассе сразу наступит мир. А вообще дальше по логике не Малороссия, не Микро-Русья, а просто Конопляндия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok